Привет! Это Пушистик Онлайф. В прошлом видео я рассказывала про жердочки для попугаев и вот пришло время установить их в клетку, а заодно и сделать тут генеральную уборку. Сами видите, здесь уже очень грязно. В этот раз я постараюсь расставить все жердочки правильно, ведь сейчас они стоят не совсем так, как нужно. Но об этом потом. Сначала все нужно очистить. Ева пока побудет с гами, ну а я начинаю. Думаю, вам не очень интересно смотреть, как я тут все отмываю, так что немного ускорим. И я вытащила из клетки абсолютно все, и у меня набралось две вот такие кучи. Одно пойдет полностью на выброс, а другое я еще буду очищать. А как у нас идут дела у Евы? Думаю, ей нравится в компании своей соседки. Теперь нужно отмыть будущие жердочки. Сначала каждый из них тщательно промываем щеткой, но без всяких моющих срез. А затем хорошенько обдаем кипятком, чтобы уж наверняка. Что ж, прошло около часа, но я сделала это. Все сияет. Но это еще не конец, потому что их еще нужно как-то вставить. Для этого примеряю их по длине и отрезаю лишнее. Теперь нужно сделать в них углубление, за которое они будут дирижаться. Вот так. А сами жердочки в клетке в идеале должны располагаться таким образом, чтобы птица, сидя на верхних, не пачкала нижние. То есть нужно расставить их так, чтобы они не были друг под другом. О, Ева нашла себе новое занятие. Сидит, чистится. Ну а я тем временем установлю стенд. Вот так у меня получилось. Осталось добавить игрушки и вернуть Еву домой. Кстати говоря, ее паилка была очень грязной и старой. Так что я решила, раз уж делаю генеральную уборку, то почему бы не купить ей новую паилку. Я думаю, по сравнению со старой, это просто небо и земля. Вуаля, все готово. Надеюсь, теперь я буду чистить ее чаще. Что насчет вопрос-ответа, а судя по комментариям вы его ждете, я реально постараюсь сделать его как можно скорее. Но тут не все от меня зависит. Возможно, по голосу заметно, что я сейчас болею, так что опять-таки придется подождать. Пока это все, что я могу сказать. Кстати, раз такое дело, надо бы заснять реакцию Евы. Это все-таки ее дом, и надо глянуть, понравится ей здесь или же нет. Что ж, я думаю, ей тут понравится, но нужно еще время, чтобы она привыкла. Так что, чтобы ничего не пропустить, можете подписаться и наблюдать за тем, как Евы здесь осваивается. Ну и на этом у меня все. Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!